Александр Михайлов родился 4 октября 1944 году. В городе Цугол, Россия. Воспитывала его одна мать Степанида Наумовна, старообрядка. Женщина делала все, чтобы ее сын ни в чем не нуждался, работала в нескольких местах, не чуралась тяжелого труда. В свободное время она любила петь народные песни и частушки под аккомпанемент балалайки. Несмотря на то, что Саша рос среди степей, он грезил морем, поэтому в старших классах уговорил маму переехать во Владивосток, где можно было получить соответствующее образование. Первая попытка поступления в мореходное училище оказалась неудачной, Александра не приняли из-за юного возраста, поэтому он пошел учиться на ремесленника. После училища юноша устроился на рыболовецкое судно учеником моториста. Он побывал в водах Тихого океана, ходил охотским и японским морями. Александру нравилась такая жизнь, но по просьбе матери он оставил свое увлечение. Неоднократно молодой человек попадал в шторм, что могло закончиться для него гибелью. Михайлов списался на берег и устроился на швейную фабрику электромехаником, но увлекся театром. Любовь к искусству возникла у Саши после просмотра спектакля Иванов по пьесе Антона Чехова. Юноша загорелся новой мечтой и вскоре штурмовал театральный факультет Дальневосточного пединститута. Первое время учебы у Михайлова не ладилось, талант артиста начал раскрываться не сразу на втором курсе, Александр едва не попал под отчисление по причине профнепригодности. Но перелом произошел после того, как он сыграл монолог макронагульного из поднятой целины Михаила Шолохова. После окончания института Александр получил приглашение в Приморский краевой драматический театр. Здесь актер успешно дебютировал на профессиональной сцене, сыграв Родиона Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание». Спустя год Михайлов перешел в Саратовский академический театр драмы, на сцене которого выступал на протяжении десяти лет. В начале 80-х Всеволод Якут пригласил актера в Московский театр имени Ермоловой. Михайлов не колеблясь принял предложение и переехал в столицу. На этой сцене артист проработал пять лет. С 1985 по 2006 год актер служил в Малом театре. За это время Михайлов сыграл в спектаклях «Дети Ванюшина», «Дяди Вани» и других. А роль Ивана Грозного чуть не стоила актеру жизни. Михайлов трижды отказывался от игры в спектакле «Смерть Ивана Грозного», но руководство театра настояло на его участие. По мистической случайности ранее пять актеров трагически ушли из жизни после исполнения этой роли. Михайлов тоже мог оказаться в их числе. Неожиданно у него открылось кровотечение горлом, артист потерял до двух литров крови. В институте имени Энф Склифосовского ему сделали резекцию желудка, Александр Яковлевич впал в каму. После его выписки у постановки поменяли название на «Царь Иван Грозный». Помогала исполнителю и молитва «Отче наш», которую он читал во время перерывов. В 2008 году Александр Михайлов создал актерскую мастерскую. Он набрал во ВГИКе курс, отдав предпочтение студентам, которые прибыли из уголков России. Театр дал Михайлову необходимый опыт, а киноиндустрия сделала популярным и узнаваемым. Дебют артиста в кино состоялся в 1973 году в фильме «Это сильнее меня». Талантливая и убедительная игра Александра Яковлевича позволила сразу после первой картины стать востребованным в мире кино. В 1980 году на счету Михайлова было уже 14 картин. Особый интерес у зрителей вызывала его роль в мелодраме «Приезжая». Также зрителю полюбилась работа артиста в киноленте «Одиноким предоставляется общежитие». Исполнитель сегодня считает, что в ней он сыграл самого себя. Фильм «Мужики» помог многим семьям объединиться. На адрес киностудии приходили мешки писем со словами благодарности от зрителей, в том числе и от детей. Всенародную любовь актер заслужил после участия в картине «Любовь и голубя». Фильм имел ошеломительный успех у зрителей и получил положительные отзывы критиков, став главной работой в творческой биографии артиста. Высокий, порой нескладный Михайлов, рост 191 см, вес 68 кг, идеально вписался в образ наивного деревенского романтика Василия Кузякина. Картину отбивали у руководства с боем. Почти треть фильма была вырезана, так как в стране началась противоалкогольная кампания. Своей любимой сценой Михайлов называет разговор о Володьке-дурачке. Во время съемок Александр Яковлевич едва не погиб во время сцены ныряния в море. В воде его душил галстук, который успел снять с актера водолаз. Этот дубль переснимался трижды. Змеелов еще одна работа в фильмографии Михайлова, за которую он получил звание и награды. По опросу журнала советский экран Александр Яковлевич дважды был признан лучшим актером. Вскоре его фото красовались на обложках главных киножурналов страны. В этом фильме артисту вновь пришлось рисковать жизнью актер играл в одном кадре с ядовитыми кобрами. Исполнителя долго обучали премудростям поимки змей. В 1992 году артист решил попробовать силы в режиссуре, сняв фильм «Только не уходи». Главные роли в картине исполнили сам создатель Елена Сотникова. Своими любимыми работами Михайлов называет фильмы 80-х годов «Отряд специального назначения» и «Очарованный странник». Также знаменитость отмечает картину разжалованной 2009 года выпуска, несмотря на то, что она так и не появилась на большом экране. Главной актерской премьерой 2019 года стал для Александра Михайлова военный фильм «100 дней свободы», где он исполнил главную роль. Его герой Петр Авдеевич, бывший политический заключенный, который был отпущен на свободу перед войной. Впереди наступление немецких войск и оккупация, но мужчина намерен побороться за свою свободу. В качестве певца артист дебютировал в 1997 году. Первая концертная программа, составленная вместе с композитором Евгением Бедненко и его группой «Хорус», получила название «Очарованный странник». В нее вошли русские народные и казачьи песни и романсы. В качестве площадок были выбраны филиал малого театра и театр имени Ермоловой. Позднее актер исполнил дуэтом с Теисией Повалей роман с под окном «Черемуха колышется». Это не единственная совместная композиция в репертуаре артистов. Они воссоединились ради участия в проекте «Две звезды», где исполнили такие шлягеры, как «Тонкая рябина» и «Старый клен», а вместе с ансамблем Александрова представили на суд слушателей свой вариант «Смуглянки». В дуэте с Викой Цейгановой Михайлов записал сборник «Песен Победы». Кроме того, артисты исполнили популярную композицию «Калина Красная». Общественную деятельность артист начал в 2005 году, войдя в Главный Совет Союза Русского Народа. Позднее он возглавил фонд имени Михаила Евдокимова. В Москве артист продолжил карьеру в качестве члена Общественной палаты ЦФО, принимал участие в русском марше. Михайлов в 2014 году поддержал политику Владимира Путина в отношении Крыма, регулярно бывал в ДНР и ЛНР с концертами. Александр Яковлевич входил в партийные списки «Справедливой России» и «Партии Родина». С 2017 года занимал пост муниципального депутата по округу Раменки. Однокурсница Вера Мусатова – первая жена актера. Пара сыграла свадьбу в 1968, через год у них родился первенец Константин. Жизнь складывалась благополучно, кроме одного Вера не нашла общий язык с матерью мужа. Сын пошел по стопам отца и стал режиссером, сейчас успешно ведет передачу на радио. У актера есть внебрачная наследница Анастасия Михайлова. Она родилась в 1991 году от связи Александра с коллегой по актерскому цеху Ольгой Кузнецовой. Артист не собирался уходить из первой семьи ради этих отношений, но дочери он помогал финансово. С Верой Мусатовой Александр Яковлевич прожил больше 30 лет, но новая любовь внесла свои коррективы в его личную жизнь. В конце 90-х состоялась судьбоносная встреча с третьей возлюбленной вдовой актера Владимира Васильева Оксаной. Сегодня пара счастлива в браке, супруга Михайлова по образованию медик. Александр усыновил Влада, сына Оксаны от Первого Союза. В возрасте 58 лет актер в третий раз стал отцом, жена подарила ему дочь Мирославу, которая в крещении получила имя Акелина. Любопытно, что в свидетельстве о рождении у наследницы было написано Алина. Но в 14-летнем возрасте она сменила имя. Это решение возникло после того, как друг Александра Яковлевича, увлекающийся эзотерикой, заметил, что оно ей не подходит. Актер постоянно занят, но детям старается уделять как можно больше времени и внимания. Особенно близок Александр Яковлевич с обеими дочерьми. Мирослава в старших классах увлекалась модельным бизнесом, а после школы подала документы во ВГИ.